Всем привет! В этом видео хочу собрать все возможные советы, которые помогут вам сдать экзамены. Хотя, если вы внимательно смотрите мои предыдущие видео, все, которые я снимала, то, скорее всего, вы выстроили хорошую, надежную систему, которая помогает вам учиться в течение всего учебного процесса. И, в принципе, экзамены не станут для вас чем-то таким неожиданным и страшным, и то, к чему нужно слишком интенсивно готовиться. Но все-таки есть какие-то вещи, которые относятся именно непосредственно к подготовке к экзамену. Я сегодня хочу поговорить о них. Это не какая-то сложная система, это отдельные советы, которые вкупе помогают вам дойти до этого дня более-менее без стресса, максимально подготовиться, хорошо все это сдать и сделать так, чтобы ваши знания остались и после экзамена. И первое, что я хочу посоветовать, это узнать все возможные подробности заранее, потому что очень часто мы получаем какое-то задание на экзамен, там билеты, вопросы, тесты, и этим ограничиваемся. Ну, потому что, ну, вроде как бы, вот у нас есть уже материалы. Лучше всего узнать, во-первых, у преподавателя все-таки уточнить, насколько он может это сделать, в какой форме, сколько времени, как это все будет происходить, кто будет присутствовать, кто не будет присутствовать, как можно готовиться, какие учебники иметь в виду, какие там конспекты, на что обращать внимание. На часть этих вопросов преподаватель может ответить. В зависимости от его вредности, от его знаний, какую-то информацию вы должны из него вытянуть максимально. Ну, не какую-то, а максимально то, что относится к экзамену. Плюс очень полезно поговорить со старшими курсами, они уже точно знают, что было, что будет, на что обращать внимание. Найдите кого поразговорчивее и тоже вытяните максимум информации, потому что потом вам это очень сильно пригодится, потому что есть какие-то детали, особенности и просто вещи, на которые вы вообще не обращаете внимания. На самом деле, на экзамене на это будет очень много внимания обращено. Но следующий пункт, который тоже многие выпускают, это сбор всех материалов в одном месте. Потому что, когда вы начинаете готовиться к экзаменам, лучше проверить, а все ли у вас есть учебники, все ли конспекты, все ли вы там восполнили, если вы болели, все ли дополнительные материалы у вас есть. Потому что, когда вы заходите в подготовку, то, скорее всего, у вас становится, конечно же, меньше времени, потому что обычно в этот момент еще учеба продолжается, но вы уже готовитесь, вы там сдаете какие-то работы. Ну, то есть, как бы лишнего времени явно нету. И поэтому, перед тем, как зайти в этот режим, очень сложно, и лучше собрать все в кучку, все, что вам пригодится, возможно пригодится. Третий совет – это выделить отдельное время, потому что восприятие информации, поглощение информации и ее припоминание, запоминание, проверка себя – это два разных очень сложных когнитивных процесса. То есть, поглощать информацию и припоминать ее – это два таких процесса, которые не должны стыковаться. И вот это время, когда вы учитесь, оно должно быть, во-первых, четко очерчено. Не нужно надеяться, что у вас когда-нибудь там появится время, у вас будет окошко, вы что-то сделаете. Нет, нужно очень четко и ясно запланировать, что в это время вы не делаете ничего, кроме как готовитесь к экзаменам. И продолжая предыдущее, планируйте каждую сессию. То есть, четвертый совет – нужно обязательно, когда вы садитесь и говорите себе «я вот сейчас буду готовиться к экзамену», вам нужно четко составить хотя бы план или задать себе вопрос «а что конкретно я сейчас буду делать? Я буду что-то повторять, я буду учить билет, я буду разбирать билет, я буду тестирование разбирать и так далее». То есть, вам нужно каждый раз, когда вы садитесь, четко понимать, что вы будете делать, как вы будете это делать и что вам нужно в конце. Потому что, опять-таки, если вы будете думать «ну, просто поучу, что-то повторяю, что-то поделаю, посмотрю, там, что-то припомню» – это все абсолютно пассивные процессы, которые не ведут никакой цели. А экзамен – это очень конкретная жесткая цель, еще с дедлайном, она, скорее всего, много значит для вашей учебы, потому что оценка, скорее всего, очень важна и нужна. Поэтому вам нужно жестко себя ограничивать для того, чтобы вы назначали себе цели и вы их достигали, тогда вы будете продвигаться. Это очень мой совет – привыкать к стрессу. Я имею в виду, что для нас сдача экзамена – это что-то такое очень-очень страшное, очень что-то непонятное. В этом случае и ученые тоже предлагают нам, во-первых, посидеть в аудитории, в которой будут проходить экзамен, если есть такая возможность. То есть, просто привыкнуть к окружению, потому что очень часто именно еще и окружение очень давит на нас, что какая-то там не та комната, не то место, какой-то неудачный сосед, не знаю, солнце неправильно светит. Это все очень сильно нагнетает обстановку, вы и так напряженный. А если еще окружение незнакомое, то это еще большее стресса дает. То есть, вы должны по мере возможности приблизиться к тем условиям, которые у вас будут, когда вы будете сдавать тест. Плюс советуют, опять-таки, ряд ученых готовиться к экзаменам в шумном помещении, перемещаться из библиотеки в кафе, то есть не сидеть одному в тихой комнате. Ну, конечно, это тоже полезно, но все-таки старайтесь посещать и какие-то такие общественные места, и там стараться сидеть и учиться, для того, чтобы, опять-таки, ваш мозг привык, что, как бы, бывает, что окружение вам мешает. Скорее всего, на экзамены все равно кто-то будет шуршать, кто-то будет скрипеть стулом, то есть какие-то все равно звуки, шорохи, вздохи, это все будет. А если вы будете бесконечно сидеть только у себя дома в тишине, в идеальной тишине за своим столом, вы привыкнете, как бы, и ваш мозг привыкнет, что вы учитесь здесь. А потом, оказавшись в других условиях, это будет очень страшно, непонятно, и, в общем, это добавит вам стресса. Поэтому окружение, привыкание к окружению, привыкание к стрессу, который вас окружает, это очень полезно. И шестой совет состоит в том, что старайтесь не пассивно просто что-то повторять, а постоянно пробовать тесты, ваши экзамены, то есть старайтесь проходить то, что вы будете проходить. Во-первых, опять-таки, вы снизите уровень стресса, потому что мы стрессуем, когда что-то непонятное, когда что-то неизведанное, что-то новое, что-то такое, что вы, ну, во-первых, чувствуете, что это какая-то ответственность и так далее. А когда вы часто это делаете, это становится для вас нормой. То есть если у вас там предстоит тест, если вы его 50 раз сделали, то ваш мозг привык к этому тесту. Он знает, что это такое, какие там правильные, неправильные ответы, какие есть вариации и так далее. То есть это для вас привычно, стресс сильно снижает. С другой стороны, проверять себя, а не пассивно что-то перечитывать, перелистывать полезно, потому что вы сразу понимаете, что вы знаете, что вы не знаете. Потому что когда вы пассивно читаете или листаете свой конспект, вы вроде бы знаете, вы подозреваете, что вы знаете, но это не точно. Это вообще не точно, потому что мы очень часто путаем узнавание текста с тем, что нам кажется, что мы его знаем, но мы его просто узнаем, потому что мы уже знакомились с этим материалом, с этими словами и так далее. Поэтому самым лучшим вариантом при подготовке к экзамену будет проверка себя по этому экзамену, то есть постоянно проходите тестирование билет, издавайте самому себе, кому-то другому человеку и так далее. То есть вам нужно постоянно прогонять себя по вот этим вариантам, даже если вы еще частично что-то не знаете, что-то не помните. Особенно когда вы ошибаетесь, вы лучше запоминаете потом точный ответ, потому что там, где ваш мозг запнулся, там, где вы запнулись, что вы не знаете, что здесь, как здесь, что это значит, когда вы начнете это копать, искать правильный ответ, вы гораздо лучше запомните. Поэтому вот этот метод проб, ошибок, спотыканий и постоянной проверки себя, это самое лучшее, что вы можете для себя сделать. И опять-таки к концу ваших вот этих мучений, да, это сложнее, чем просто пролистывать конспект, вы будете уже на 100% уверены, что вы знаете какие-то определенные вещи, которые вам пригодятся в экзамене, а не просто надейтесь на то, что они как-то там всплывут в вашу память. Так что следующим советом я отдельно выделю никакого пассива, только активные действия, активное повторение, активное припоминание, активное чтение. Когда вы себе задаете четкие вопросы, когда вы отвечаете своими словами, когда вы пересказываете своими словами, когда вы смотрите в конспект, сначала пересказываете, потом смотрите в конспект, проверяете себя, даете себе четкий отчет о том, что вы помните, что не помните, восполняете свои знания, а не просто, опять-таки повторюсь, не просто пассивно пересматриваете, потому что пассивное чтение, пассивное конспектирование, когда вы просто переносите из одного места в другое место какие-то там просто выделенные слова, то, что вы там отхайлайтили и так далее, Все это пустая трата времени. Когда вы готовитесь к экзамену, у вас сжатые сроки, у вас сложная задача, вам нужно получить максимум из этого, и поэтому максимально активно, повторюсь, задавайте вопросы, отвечайте на них, проверяйте себя, совершайте ошибки, исправляйте себя, докапывайтесь до истины. Если вы чего-то не можете пересказать своими словами, значит вы этого не понимаете. Вернитесь к этому, докопайтесь до истины, разъясните себе, расскажите себе, расскажите другому, и тогда только продвигайтесь дальше. Еще один момент, который очень сильно помогает, это создание карты ваших знаний, то есть ментальная карта, вы можете на бумаге это сделать, на компьютере, неважно. Когда вы сдаете один предмет, то скорее всего все темы связаны между собой, они как бы плавно перетекают друг к другу, они как-то связаны и так далее. Очень полезно выписывать основные моменты именно на плоскость и устанавливать эти самые связи, потому что наш мозг любит визуал. Он мыслит образами, он лучше запоминает образы картинки, и если вы будете то, что вы учите, еще и транслировать, ну переделывать, точнее в изображение, то есть, ну, потому что карта это уже как бы такая картинка с надписями, по сути, то ваш мозг легче это запомнить. Плюс, когда вы устанавливаете вот эти самые связи, это вам может очень сильно помочь, когда вы будете отвечать, потому что бывает, что какие-то вещи, ну, подзабылись, ну, вот не можете вы уцепиться. Вы вроде бы их помните, но не можете. Тогда вы можете вспомнить эту карту, представить ее мысленно, и вот за счет вот этих связей вы можете вытянуть, потому что вот эти, то, что вы очерчиваете карандашом, это и в мозге происходит. То есть, вы связываете эту информацию, и потом можете как вот там фокусник платочки вытянуть, и вытянуть нужную вам информацию, поэтому создание большой карты ваших знаний, это очень полезно, потому что, ну, по сути, вы как бы переносите все, что вам нужно на плоскость, и потом можете этим пользоваться, вот этим образом, который у вас потом отпечатается, потому что лучше поработать, посмотреть, установить связи. Если повторение, то только интервальное. Наш мозг так работает, что он лучше запоминает, когда вы учите маленькими отрывками через паузу, то есть, когда вы там учитесь час, потом на следующий день еще час, еще час, еще час, потому что он поглощает информацию, он перерабатывает информацию, я имею в виду мозг, ему нужно немножечко подзабыть. Потом на следующий день вы опять учитесь, вы опять вспоминаете, вы опять пополняете свои знания, потом он еще немножечко забывает, но потом с каждым повторением все меньше и меньше забывается информация, но этот интервал должен быть. Вот эта пауза между повторениями, она критически важна для запоминания, потому что очень вредно учиться 5 часов вообще без перерывов, вообще без каких-либо передышек, лучше разнести это на несколько дней, желательно на 5 дней по часу учиться, это будет гораздо эффективнее. Ваши знания будут более полными, более надежными, и вы больше вынесете пользы, и вообще из этого обучения внесите разнообразие. Если вы используете всего один источник, там только ваш конспект или только учебник, и вы вот очень интенсивно его изучаете, это очень не полезно, потому что ваш мозг в какой-то момент начинает скучать. Во-первых, он устает, конечно же, плюс вам становится скучно, а когда нам скучно, информация не проникает в наш мозг. Поэтому старайтесь разнообразить то, как вы поглощаете информацию, вид этой информации, посмотрите видео, послушайте подкасты, просто там, когда вы читаете или что-то, можно походить, порассказывать другому человеку, поменять обстановку, это тоже как бы вносит разнообразие в поглощение информации. То есть, когда вы тщательно готовитесь к чему-то, старайтесь делать это максимально интересно, разнообразно, чтобы вам не стало скучно, а главное, вашу мозгу не стало скучно, потому что, повторюсь, как только становится скучно, все, информация не поступает в наш мозг. Поэтому нужно немножечко по-разному воспринимать информацию, меняйте источники, меняйте формы, не забывайте об этом, ну и плюс вам тоже будет как-то немножко повеселее, потому что, и плюс вы, конечно же, запомните немного больше, потому что чем разнообразнее контент, чем в больших формах рассказывается одно и то же, тем лучше запоминается. И последние два совета, пожалуйста, не перегружайте себя, даже если вам кажется, что осталось еще мало времени, у вас много материала, старайтесь не лишать себя сна, не лишать себя перерывов, потому что это критически важно для запоминания, сон особенно, то есть, именно во сне обрабатывается информация, она архивируется, она консолидируется, то есть, все, что вы выучили за день, это все как раз таки обрабатывается во время сна, и если вы себя лишаете его, то информация не запоминается в должном объеме, в котором вот вы посвятили этому очень много времени, как бы запомнится очень мало. Если вы достаточно поспите, то вся информация переработается. По поводу перерывов тоже старайтесь делать перерывы, старайтесь выходить на свежий воздух, старайтесь включать какие-то физические нагрузки, даже если у вас очень мало времени, потому что, повторюсь, наш мозг работает так, что ему нужны эти вещи. Даже если вам кажется, что вам нужно вот сидеть и долбить этот материал, это бессмысленно, вам нужны перерывы, ну просто лояльнее к себе относитесь, вы все выучите, вы все успеете, на свежую голову всегда лучше учиться. И последнее, это позитивный настрой. Что я имею в виду? Когда мы себя накручиваем и говорим себе внутри, ой, я не сдам, это так страшно, это так ужасно, мы начинаем стрессовать. Стресс. Это кортизол. Как только у нас его очень много в крови, он у нас всегда, конечно же, есть в небольшом таком уровне, ну это полезная вообще вещь для нас, для нашего организма. Так вот, когда его слишком много, когда у нас стресс, в нашем мозгу включается защитный механизм, который говорит нам о том, что мы либо убегаем, либо предваряемся мертвыми, но в этот момент как бы мозги не нужны. Наши когнитивные способности не нужны в этот момент, потому что больше физическая как бы активность повышается, то есть, чтобы мы убежали. Так вот, когнитивные способности выключаются. Префронтальная кора там, где происходит размышление, припоминание и так далее. То, где сосредоточены знания по нашему экзамену и то, как его сдать, это все отключается. То есть, когда мы себя накручиваем, когда мы себе говорим о том, что мы лузеры, мы не сдадим, там преподаватели страшные, ужасные, вообще у него никто не сдает, вы себя накручиваете до такой степени, что у вас кортизол так сильно шарашит в организме, что да, вы ничего не помните, потому что как бы кортизол перекрывает все наши функции, и вы реально ничего не помните, потому что просто мозг не дает туда знания уйти, то есть, потому что там, ну, как бы заслонка стоит. Он вам говорит о том, что беги, беги, не думай, беги просто и так далее. Поэтому нужно говорить, что все будет хорошо, вы справитесь, все будет прекрасно, чтобы отключить эту систему. Плюс, в принципе, позитивные аффирмации, позитивные какие-то вещи, которые мы себе говорим, то есть, вот этот позитивный настрой, он действительно хорошо влияет не только на нашу память, не только на наши когнитивные способности, но и в целом. То есть, это повышает действительно шансы того, что вы успешно что-либо сделаете. Поэтому относитесь к себе лучше, позитивнее, настраивайте себя позитивно, это критически важно, когда вы сдаете экзамен. Старайтесь себя не накручивать негативом, все у вас получится, вы все сдадите, вы большие молодцы, я вас верю. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.